всем привет сейчас я вам хочу рассказать про использование Debian 11 в жизни и для программирования предыдущих видео я вам говорил что наиболее популярные и базовые это два дистрибутива Debian и Фёдора это как бы самые главные считаются дистрибутивы в мире открытого программного обеспечения значит Фёдора он поддерживается компания Red Hat а также большим сообществом вот это как бы плюс что там вкладываются деньги но в этом как бы и есть минус что когда начинаются деньги обычно они на первом месте а потом как бы люди Debian в отличие от Фёдора он никем не спонсируется его делают большое сообщество людей которым главное это ценности человеческие право на свободу и безопасность значит если мы даже посмотрим многие программы которые делаются для таких вот целей они в основном считаю рассчитаны на короче говоря Debian вот видите либо на snap пакеты у кого нету Debian значит в этом Debian в нем больше всего короче говоря программ но если говорить не по программам а по пакетам то в четыре раза больше чем Фёдора то есть там есть всякие уникальные программы которые как бы больше нету нигде значит сразу одно из достоинств Фёдора это то что большая скорость доступа к репозиториям к обновлениям и так далее то есть Фёдора десятки раз медленнее работает можно сказать даже просто как бы унизительно по отношению к пользователю значит раньше Debian был не такой дружелюбный к пользователю было необходимо что-то доделывать ручками но тем не менее видите его даже используют в NASA на МКС и так далее вот значит я решил посмотреть что же сейчас стало с Debian можно ли им пользоваться так же удобно как например Ubuntu или Linux Mint оказалось что на данный момент короче говоря смысла использовать Ubuntu которая произошла от Debian практически нет а еще как бы хуже если пользоваться Linux Mint который произошел от Debian то есть если вы его даже почитаете вот википедию то тут вы узнаете что значит Ubuntu берет тестовые пакеты от Debian и потом их использует Debian же предлагает только проверенные пакеты которые стопроцентно работают и это одна из самых надежных систем я вот здесь поработал установил все что мне надо для работы вот и оказалось что тут все практически сразу работает ничего практически настраивать не надо я использовал сборку с ценамоном так как считаю что это одна из лучших оболочек на данный момент так как корица это ценамон она тоже бесплатная и в общем доступе то каждый может ее прилепить к своему Linux ну вот ребята из Debian уже это проделали ссылка будет вот к описанию в чем достоинство именно ценамон здесь очень легко все настраивается вот через одну панель и также поддерживается 3 видите это очень важно чтобы поддержка была 3 для всяких разных программ многие программы они вообще настраиваются только через 3 и например в оболочке Gnome их уже эти параметры не увидеть первое дело когда я это все установил пришлось вот здесь скачать разные темы дополнительные чтобы вот тут выбрать вот такие параметры потому что мне немного не нравилось как вот это меню отображалось какие были шрифты и цвета ну вот я вот добрал вот такие вот комбинации так сказать из того что я на устанавливал и мне это показалось наиболее удобно ну а теперь давайте посмотрим по порядку как я тут все это оживлял значит первым делом вот эта программка устанавливается для того чтобы можно было закачивать пакеты непредсредственно с интернета это для того чтобы регулировать громкость если к примеру микрофон будет тихо у вас работать просмотрщик картинок работа с pdf файлами там лист вырезать ставить новый кусок в pdf файл закачка торрентов работа с жесткими дисками с разделами подсчитать короче говоря контрольную сумму дистрибутива например чтобы проверить не поломался ли он пока закачивался OBS Studio и с помощью нее сейчас видео записываю запись дисков на DVD болванку это просматривать MD файлы документации делать скриншоты но это чтоб без вопросов установилась вот это это чтобы ночной свет включался так сказать то есть экран чтоб немного желтел перед сном чтоб глаза не болели поддержка разных форматов чтоб было дополнительное в архиваторе ну а этот утилита выдает данные системе на всякий случай Calibri устанавливается для того чтобы просматривать электронные книги FB2 и EPUB чтобы обновить систему лучше всего использовать вот такие вот команды две вместе update и upgrade ссылка на вот этот репозиторий будет в описании видео так потом я пошел устанавливать короче говоря свои части для программирования так я установил гид вот тут у вас будет ваше имя и ваша почта если вы будете с гидом работать это я сразу для себя сделал вы можете вообще эти команды выкинуть но они как бы нужны для публикации в гитхапе вот так я прокачал необходимые вещи для того чтоб работал android studio это у меня установилась cc++ отладчик для него и java для разработки gtk по умолчанию 11 тут у меня пошел устанавливаться питон а это вот крутая вещь vx питон это получается питон с внешним видом через vx компоненты vx виджеты чтобы можно было делать коммерческие программы на питоне так потом я это все установил потом мне захотелось чтобы у меня работали старые программы установил dosbox и пропатчил его короче говоря своими настройками тут вот есть вкладка dosbox я вот тут много подшаманил поставил русификатор и выглядит это теперь вот таким вот образом где мне тестовая сейчас секундочку вот например программа которая была для ms dos вот эти сейчас мы посмотрим лучше была программа для математической обработки ну и вот тут теперь у меня control в целом переключается правым control языки все стало в линуксе как родного потом мне захотелось установить x-term это для некоторых программ нужно короче говоря вот такая штука терминал один из видов терминала он сделал чтоб шрифты были нормальные их размер там цвет то есть вот это запустил и она тут само что надо установила так потом мне нужно было чтобы у меня на английском языке были все эти основные каталоги или территории что сами знаете кто программист то есть там будет русские буквы могут быть проблемы при запуске из таких каталогов тут оказалось что нужно вот такую штуку запустить потом указать английский потом перезайти в оболочку выйти из сеанса и зайти потом он говорит у вас поменялись короче говоря вот эти вот папки на английский сохранить новое название я говорю да сохранить потом я опять ее запустил выбрал русский перезошел в сеанс он говорит теперь короче на русский это все надо сменить или оставить как было я говорю оставь как было и вот такой магии я короче сделал что у меня на английском языке все это стало потом короче вот была засада свайн то есть по умолчанию тут короче я вот такой награпал скрипт который все установил что надо установил я короче своих птичек вот вот и мне захотелось чтобы тут вот был побольше шрифт ну как сейчас тут был совсем мелкий и чтобы мои некоторые программы которые раньше были под windows написаны они тоже были покрупнее у них короче был этот размер побольше ну хотя бы вот такое оно было в полтора раза меньше так вот чтобы такое сделать надо было короче говоря через воин трикс зайти вот сюда так птички пока свои выключил и вот здесь видите масштаб подобрал тут был совсем маленький вот так 90 там с чем-то сделал 110 но потом когда я это все сделал запустил я этих птичек или вот эту программу и испортились русские буквы тут короче оказалось не так все просто нужно было вот эту штуку запустить вот такую ну а давайте я вам запущу покажу вот такая хрень запускается и вот тут вы должны установить поддержку всех локали русского языка видите пробелом ставите тут короче звездочки потом окей выходите и создается поддержка вот этих вот разных видов русского языка и потом надо перезайти короче вообще заново в систему целиком вот я себе скриншоты сделал на случай если когда-то заново придется это делать если вы это не сделаете ну тогда вы увидите каракули вместо русских букв если вы испортите масштаб если кстати вы вообще испортите свою виртуальную машину вот этот вайн что-то там наставите каких-то программ можете просто целиком эту папку убить удалить ее и все и она сама заново создаст и у вас будет как будто бы чистая установка вашего windows на это я тут целый час убил пока не могу понять почему русские буквы короче не работает так смай и скиллом а ну факт 2 rl это самая главная моя программа который я сейчас пользуюсь файлов и менеджер это самая единственная ценная программа первая с mysql тут я вот такой скрипт набросал последняя версия берется с сайта официального mysql и она нормальная вроде как установилась потом была проблема где взять workbench короче workbench вот эта версия последняя которая работает нормально debian ее нужно взять на официальном сайте mysql версию 22 последняя для ubuntu 18 и тогда она все заработает ну кто не верит покажу все проверил все четко функционирует так что тут с чем еще у меня были проблемы а потом была вот такая проблема короче когда вот тут я обновлял тут какая-то ошибка вылазила типа а так называлась а вот она кстати она периодически видите возникает эта ошибка но эта ошибка не из-за деби она это ошибка вообще из-за другой программы сейчас я вам покажу как ее пропатчить теперь она не будет вообще минус устанавливать обновления вот этой программы эти магазины знаете в чем что он потом требует перезагрузки компьютера ну или хотя бы сеанса лучше вообще с этой фигней не связываться лучше вот так запускать и все тогда не надо ничего перезапускать так сделали и короче говоря готова вот так это все потом выглядит значит ну тут реально уникальный всякий программ если например есть диктофон чтобы записать по умолчанию вот графику редактировать там например если надо векторную графику и обычную графику то есть тут уже все просто на хорошие игры прикольные такие вот telegram я использовал как telegram да кстати использовал я вот эту папку опт куда можно скидывать свои программы я ее сделал владельцем себя tsn и в ней просто вот так забросил telegram портативным скачал сайта telegram вместо ватсапа валк программа она так запускается портативным и все красиво работает она интегрировалась сама фотосистема так что тут еще офис тут library office по умолчанию устал android студия все это портативно распаковывается вот это так просто это все по распакову там карты всякие то есть тут ничего устанавливать не надо просто нужно сайта скачать и распаковать и потом вот здесь сделать себе короче говоря ярлык то есть очень удобно вот это вот тоже ну я тут еще и размер оболочки изменил работает все это очень тут тоже быстро надежно ну давайте посмотрим вот используется тут кстати 39 питон по умолчанию так этот запуск 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 ну туда смотрю вот так что тут у нас дальше гитракен это работа с гитом кстати отличная программа если хотите какие-то свои репозитории делать и потом публиковать в гитхабе очень рекомендую так так в ременьку зал нетбинс тут тоже прекрасно работает и кстати достоинство вот именно дебиана в том что тут полноценно реализовано в отличие от федора и джава вот например вот эта команда нормально работает федори там глючит доступ к диск стопу то есть федори когда нажимаешь вот сделать отчет он не появляется то есть надо программу закрыть только потом появится это не доработка джавы тут все как часы работает кстати вот этот факт тоже не в пользу федори то есть они или спешат или что то есть они нормально даже не сделали все функции джаве в дебиане тут вот такого как бы нету тоже признак качественного дистрибутива ну а за вас это кстати вот классная штука этот эксперимент всякий провожу сейчас это кто когда то вот если помнит было короче говоря был такой язык делфи так вот этот вот язык сейчас вот здесь остался и дело заруса и с помощью этой проги можно создавать программы вот такие видите которые что-то делают как на delphi и по заявлениям разработчиков это потом можно откомпилировать и на windows и из этого каким-то образом можно сделать типа даже для андроида чтоб запускалась и мака и есть туда же эксперт из delphi издать проект ну хочу попробовать свои это раньше программу были преобразовать в этот формат так ну и в заключение какими еще программами я для работы пользуется может кому-то пригодится значит вот эта программа позволяет сортировать ваши фотографии ну таким вот не сортировать переименовать все ваши фотографии папки и под папки так что было например год месяц день так далее то есть за несколько секунд у вас все фотки станут красиво по папкам там разложены так с помощью этой незаменимой программы я записываю образы всяких linux of windows of там чего-нибудь на флешке и потом с них эксперименты провожу ну калибри это у меня незаменимая штука я вот вам сказал для чтения книг электроны вот у меня такие тестовые всякие файлы есть вот например если хочешь почитать такой файл я пуп или в б2 это только этой программой нормально все читается видите все остальное хрень короче поэтому я в обязательном порядке устанавливаю эту штуку криптоматор это супер программа вот которая шифрует ваши данные и может синхронизировать с облаком то есть для обычного человека у вас будет ваши файлы выглядеть вот так как полный хамс видите это одна из лучших программ в данный момент а в реальности когда вы подключите эту программу это короче вот так всякие по-настоящему все это будет выглядеть с помощью вот этой проле можно находить дубликаты файлов и она интеллектуально их удаляет то есть одна из лучших программ чтобы найти любые дубликаты да кстати вот с драйверами тут была проблема у меня с принтером канон мр-4410 но с ним всегда бывают проблемы то есть когда я установил его по умолчанию дрова которые были в интернете сканер заработал а принтер как таковой не заработал пришлось тут короче вот этим пакетом ситуацию исправить который что-то там добавил в Debian и принтер стал работать в общем вот такой полный скрипт я сделал добавил себе это моё имя в Debian в группу кто может управлять принтером на всякий случай поставил печать поддержку печати в Debian хотя она там и так стоял вот эта штука меня реально спасла а то просто не не печатал непонятно почему и всё так ну это моя вот эта кстати штука с помощью этой утилиты создаются ключи кто 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 как бы дорос до этого дела зачем эти ключи нужны вот два ключа видите публичный я указываю в github вот а этот скрытый ключ я не указываю ни где он у меня тут лежит и потом я могу скачивать из любой программы скрытые репозитории по вот этой технологии SSH это одна из лучших программ синхронизации вот смотрите вот видите я значок покажет что все нормально вот у меня например в облаке google есть вот такие корневые папки но это уникальная программа в том что она может делать синхронизацию в одну сторону например из локального переносить в google или из гугла только сюда либо двухсторонняя синхронизация причем вот эти папки могут находиться в разных местах в компьютере вот видите документация книги например они у меня находятся там где я указал сам вот документация книги видите потом например вот проекты они у меня синхронизируется с виртуальным диском который криптоматы расшифровывает если я какой-то новый проект скинул вот сюда то это короче автоматически синхронизируется с облаком то есть видите какая волшебная программа она не нужно прицепить что хочешь им она поддерживает множество разных аккаунтов но эта программа платная то есть вам придется немного заплатить за аккаунт заплатить ну там скидки бывают как минимум тысяч 12 деньги если по казахстанским вам придется забросить туда один раз правда так ну java что тут java тут всякие библиотеки нужны для программиста вот это для того чтобы например java fx создавать эти короче говоря окна вот это редактор форму x но это для тех кто уже как софтанки с помощью вот этой программы я иногда что делаю вот у меня есть например pdf я его ну там нету оглавления в pdf видите открываешь тут пусто в оглавлении с помощью этой программы я могу импортировать из текстового файла вот из такого формата в pdf и там появится оглавление например книжка какая то есть без оглавления я нахожу отдельное оглавление или самого дела и потом появляется там оглавление с помощью вот этой программы gtorch можно короче создавать электронные книжки fb2 точнее нет epub и потом их экспортировать в разные вот форматы супер книжка получается я очень многие книги свои именно здесь эта программа платная но у меня разработчик подарил эту лицензию потому что он ее сделал на компонентах которые в x-виджет а я поклонник этих компонентов ну и короче он мне на радостях подарил свою программу так lazarus это вот то что я вам показывал возможно если у меня будет в желании время я им позанимаюсь там можно очень быстро делать кросплатформенные программы ну и из library office стандартного я вот тут добавляю только два расширения точнее даже одно самое главное вот альтернативный поиск он более удобно позволяет library office искать что-то по шаблонам короче это незаменимая у меня программа если мне надо отрезать что-нибудь не нужно из видео сотки или вот которые сейчас запису или потом несколько кусков склеить без потери качества очень быстро работает портативная супер программа эта программа платная когда-то и покупал под windows с помощью нее я сделал из его файл его установил на внешний жесткий диск и когда я теперь стартую компьютер с этого жесткого диска запускается вот эта программа типа как окронец раньше была и сейчас есть я могу целиком делать образы дисков зашифрованными разделами там со всеми ну если надо я могу там за пять минут восстановить например себя в компьютере полностью там или федору или убунту там хоть что там ну вот пример если я захочу вот мне сейчас вернуться к федоре вот видите 44 гигабайта диск виртуально он распакуется во всякие зашифрованные разделы какие у меня там были и там будет федора со всеми программами полностью все настроено вот я кстати устанавливаю что федору что дебиан таким образом что у меня зашифрованы целиком весь диск вот если вы посмотрите видите используя технология лукс шифрования да вот кстати и плюс кстати в этом в этой сборке дебиан ценам он плюс нон фри это что все что здесь я вообще никакие кодеки ничего не устанавливал вот тут адресов такой будет и она все сразу же автоматически заработала на удивление получается вот вот они все видите потом я увидел что вот еще есть папка лучше из нее качать это через торрент гораздо быстрее закачайте ну давайте попробуем например надо было бы такую сборку дел что получится ну-ка посмотрим ну да вот она бы начнет качаться потом но это гораздо быстрее чем вы качали это поверьте мне поверьте мне просто как файл так что у нас тут еще осталось но эта программа для доступа на сайт иегов вот кстати ради чего когда-то изначально у меня была проблема с трем вот эта программа без нее я мы в казахстане мы не можем зайти на сайт госуслуг видите и вот тут через три все это делается нету 3 извини короче ни хрена ее не настроишь не обновишь поэтому 3 мне реально нужен но это не бинц тут у меня к нему разные мои сокровища проверка орфографии на джаве на c++ который там не бинцы русификаторы и всякие настройки но без студия вы уже знаете это запись так вот эти штуки для того чтобы из library office можно было делать конвертацию в книжку fb2 то есть некоторые сайты требуют для публикации в fb2 формат вот например там на сам из дат книжки например какие то есть вот вы продавать будете свои сейчас чтобы их загрузить я конвертирую их вот в этот формат в этот формат так протекал этот что у нас такое это для тех кто программирует на джаве где он тут запускается тут открывается контейнер сертификатами джава и добавляются некоторые сертификаты нужно чтобы по по htps к сайтам обращаться кстати как у меня вот запускается если вы заметили смотрите вот я на джарку щелкаю видите оно сразу запускается оно изначально так не запускается я вот что сделал свойства открыть с помощью и вот тут написал один раз джава пробил палочка джар и вот она потом запомнилась так получаем это питон я тут вообще ради чего все эти настройки сохраняю ради того чтобы у меня работали полноценно выделение правы на клавиатуре большой стрелки на всякие вот на правой части клавиатуры они не работают изначально пока пуча не настроишь или android studio вот тут у меня короче всякие настройки хранятся вот лево-право там когда выделяю например shift стрелка вправо это платный офис аналог microsoft офиса но я им пока не пользуюсь потому что мне хватает офиса который тут строим mviv это для того чтобы помочь кому-то удаленно по его сети telegram вы знаете virtualbox ну кстати отличная тоже программа для виртуализации так где она установилась все прекрасно работает ничего тут колдовать как бы не надо скачивать из сайта вот эту версию нужную официального сайта все это у меня whatsapp вот это кстати супер программа для просмотра картинок я ее последнее время очень люблю сейчас я ее покажу ну зум вы знаете что такое зум для того чтобы общаться там с кем-то так сейчас вызовем другую вот эту программу то есть плюс в том что она поддерживает мышку вот колесико когда припочится ну и вот тут очень много всяких возможностей например я фотку какую-то смотрю и мне например нужно скопировать тут нужную фотографию control c нажимаю она там попадает в какую-то папку ну и отбираю таким образом там фотографии всякие например плюс там она хорошо меняет размер там всякие эффекты накладывает ну вот как то так мне показалось это вот сборка очень надежная крутая вот ну даст бог на ней я наверное остановлюсь то есть привычно как было всегда интерфейс наподобие даже windows вот есть 3 быстро работает установка удаления программ 60 тысяч программ больше чем где-либо вот поэтому как бы для меня практически одни плюсы в этом сейчас дебе они то есть он не такой как раньше был устаревший наоборот тут все более-менее надежная и актуальная ну и последнее мне кажется что все-таки для программиста важно когда ты видишь вот внизу что происходит у тебя в компьютере какие программы запущены и как бы диагностику вот и что-то типа ты главный и решаешь какую-то проблему там открываешь там что-то да например если взять федору да вот это вот там федора как правильно кто-то говорит я ее федоражу как будто это женщина так вот там в гном другой принцип там получается что вот ты что-то открыла но распахнулась те как бы на весь экран ты сидишь туда вылупился и над этим думаешь потом переходишь на другой виртуальный стол и паришься с другим делом то есть там получается психологически есть проблемы и ты как жертва сидишь и решаешь а тут типа ты короче главным сидишь у тебя вот уценивать программки какие-то по открывались всякие червячки и ты все это дело короче контролируешь никто тебя не обижает так сказать поэтому рекомендую ну и самое главное тут чистый код получается то есть вы можете быть спокойно что тут нету никаких вирусов ничего а если вы поставите ту же буту или например поставите еще хуже linux mint там у вас появится лишь дополнительные драйвери какие-то к вашему устройству мелочи какие-то украсили и все но куча людей что-то от себя добавили и уже никакой кибербезопасности и частоты кода нет поэтому если у вас получится это поставить думаю что ничего другого вам уже и не стоит стоять ну и вот туда же есть кое-какие такие картиночки встроенные кому захочется поменять себе рабочий стол на этом все всем пока